День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, 24 ноября сегодня. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. Ну и когда мы говорим о образе Латвии в мире, наверное, представить свою страну проще, ну, нужно и как-то возможно на всевозможных международных выставках. И вот в Дубае выставка Экспо-2020, на которой Латвия представляет, я понимаю, несколько даже предприятий. И периодически сменяются, 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 потому что выставка-то, она, так сказать, пролонгированная, то тематические мероприятия проводятся, то какие-то посвященные различным географическим образованиям, если можно так выразиться, в общем. Скоро на выставке Экспо в Дубае будет День Латвии. И этому Дню Латвии посвящен у нас сегодняшний разговор замдиректора Латвийского агентства инвестиций и развития. И вот Эструбкая с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. А расскажите, когда будет День Латвии, кто будет на нем представлен, чем будем представлять Родину? Да, действительно, День Латвии на выставке, Всемирной выставке Экспо приближается. Это мероприятие будет проходить 27 ноября. Такие национальные дни организуют очень многие страны, почти все страны, которые участвуют. И как раз уже через несколько дней будет День Латвии. Программа включает официальный прием и визит президента Латвии Эгилса Левита. Также будет бизнес-форум с латвийскими предпринимателями, двухсторонние встречи и, конечно, специальная культурная программа. Да, которая включает в себя. Интересные подробности, кто выступит, что споет, какие предприятия что покажут. Да, да, конечно. Если говорить о бизнес-форуме, которое, можно сказать, такое центральное бизнес-собитие во время Дня Латвии, Латвию представляют около 20 компаний, которые сопровождают нашего президента в самых разных отраслях. Там представлены такие отрасли, как ICT, там есть и AirBaltic, наша национальная авиакомпания, а также компания из химической отрасли, машиностроения, текстиль, также представители Латвийской ассоциации экспортеров и другие компании. И, конечно, на форум приглашаются партнеры из Арабских Эмиратов, организуемый форум в сотрудничестве с Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Что касается дальше уже культурной программы, здесь могу рассказать, что национальный день – событие торжественное. В нашем случае его откроет президент Латвии, господин Эгилс Левиц, и национальный день начинается с поднятием национального флага, исполнением химна. Потом уже вечером культурная программа из Латвии будет выступать И также во время приема всех гостей будут радовать наши повары, ресторан-треповары, которые будут не только показывать, что они умеют, но будут и удивлять, и искушать гурманов Востока своим рецептами. Именно национальная кухня? Да-да-да, все рецепты разработаны в Латвии, также и продукты привезены из Латвии, чтобы действительно показать и дать, ощутить и атмосферу Латвии, и вкус Латвии. А, например, чем будут кормить, удивлять? Хлебный суп, наверное, потому что мне кажется, что где бы я ни был, когда говоришь, что хлебный суп, вот у нас, что это, как это, это всегда удивление, изумление. Ой, я сам присутствовал пару раз на одной крупной международной выставке, где был латвийский, ну, конкретно рижский стенд, и видел восторг и поражение какое-то в глазах посетителей, которых угощали, ну, вот они просто с ума сходили от двух вещей. Это вареные в сиропе шишки, прям, ну, шишки, настоящие, еловые шишки, просто маленькие, baby cones, то, что называется. Они там долго-долго вывариваются, у них остаётся структура шишки, вид внешний, вкус, запах, цвет, но они становятся съедобные, потому что мягкие. Ну, такая интересная, кстати, вкусняшка. И вторая вещь, которая просто поражала воображение, это игристый берёзовый сок, то есть, по большому счёту, берёзовое шампанское. Так что, Ива-то что-то подобное будет в Дубае? Потому что нам действительно есть чем удивить. По поводу хлебного супа не уверена, потому что его довольно сложно приготовить, красиво подать и ещё объяснить, что это такое. Но, конечно, мы всегда акцентируем чёрный хлеб, это всё же очень, это основа нашей кухни, можно так сказать. И, конечно, всегда есть сезонные какие-то фрукты, овощи, конкретные рецепты, не смогу привести конкретный пример, но, да, это те ингредиенты, составляющие нашей кухни, которые всегда представлены на национальных днях, конечно. Что даёт День Латвии, например, на таких выставках? Какой эффект производит и в чём значение? Да, конечно, День Латвии — это ещё один день, ещё одна хорошая возможность показать себя, рассказать о себе и поставить себе на карте, не только экспо, но всемирной карте. И, конечно, это мероприятие, оно очень хорошо освещается и в массовых информационных средствах, и также в социальных сетях. Поэтому это такое хорошее мероприятие, можно сказать, и для пиара страны. Наверное, все, которые живут в Эмиратах или приезжают в гости, уже избалованы обилием разных мероприятий и национальных дней, но всё же люди приходят на такие мероприятия, встречаются с предприятиями. В нашем случае ещё хочу отметить, что некоторые из компаний, которые сейчас туда едут, можно сказать, уже возвращаются в Арабские Эмираты, поскольку участвовали в нескольких других выставках, и можно сказать, что они едут уже, чтобы продлить начатые разговоры о сотрудничестве. Также, наверное, ещё раз хочу рассказать, что это привлекает и дополнительный интерес к нашему павильону, который там работает уже почти два месяца. Кстати, за это время его посетило более чем 15 тысяч посетителей, и многие из них очень хорошо оценивают наш третий этаж, который специально посвящён бизнесу. Там есть и возможности увидеть, что мы умеем создавать. Там есть экспозиции, которые меняются в зависимости от торговой миссии, которую мы в это время организуем. И также там есть интерактивный стенд, где можно узнать очень много и очень хорошую информацию не только о разных продуктах, но и о возможностях получить образование в Латвии, о возможностях инвестировать, о туризме. И, конечно, чем больше людей приходит, тем больше они узнают, задают вопросы и, конечно, интересуются в том числе и сотрудничеством, что очень важно для нас. Какие сферы, какие, возможно, продукты наиболее интересны посетителям выставки? И причём посетители, они же там делятся на профессионалов, то есть бизнесмены и простые зеваки. Так вот, что именно мы можем предложить наиболее интересной этой публике? Это деревообработка, это экспорт каких-то других вещей, это машиностроение, это какие-то IT-решения? В принципе, всё из того, что вы уже упомянули. А любимая химия, мы же ещё и химия сильны. Да, ну, там, смотрите, во время выставки Экспо, которая проходит 6 месяцев, параллельно проходят разные такие секторальные выставки, торговые миссии. Когда они начинаются, мы меняем экспозицию в нашем третьем этаже, который отведён для бизнеса. Мы там уже представляли и продукцию строительной отрасли, и IT, и пищевую отрасль. И также там есть постоянная экспозиция, где также есть немножко из деревообработки, немножко из информационных технологий. Там есть дроны, продукции Азерона, которые производят специальные устройства для игровой индустрии, чтобы играть было удобнее и легче. Также там есть видеоролики от тех компаний, которым свою продукцию очень сложно представить. Поэтому действительно здесь, если говорить об интерактивном стенде, который тоже есть в нашем павильоне, то каждый может выбрать в зависимости от интереса, его интересует или пищевая индустрия, или возможности посетить Латвию. И, конечно, также там всё время есть наши сотрудники, которые всегда готовы рассказать что-то большее и ответить на вопросы. Какую роль для развития туризма играет как раз-таки участие в экспо? Насколько люди, если мы говорим о простых зеваках, вот как сказал Александр, которые приходят, узнают что-то о Латвии, могут ли они заинтересоваться, ну, чтобы приехать посетить нашу страну? Да, конечно, это тоже одна из целей экспозиции, показать, что турист может увидеть в нашей стране. И, конечно, очень помогает то, что AirBaltic открыл прямые рейсы в Ригу-Дубай. Я сама летела, они очень хорошо заполняются. И там люди, конечно, летят и транзитом, и экспо, наверное, очень помогает этой ситуации. Но я надеюсь, что эти рейсы будут и после экспо, потому что прямое соединение, это, конечно, очень важно и удобно не только для туристов, но и для бизнес-путешественников. Сколько стоит участие в такого рода выставках? То есть требует ли это каких-то больших вложений и оправдываются ли эти вложения? Ну, если говорить в общем и целом о сумме, которая вообще была отведена для участия на экспо, то она выше трех миллионов. И, конечно, мы очень надеемся и прилагаем максимум усилий, чтобы эти деньги вернулись обратно в наш бюджет, чтобы действительно компании, которые там участвовали, участвуют, могут получить от этого выгоду. Если смотреть на уровни компании, то здесь тоже несколько вариантов. Участие в таком интернативном стенде не стоит ничего. Компания должна просто предоставить информацию о себе, видеоролик. Конечно, если есть какие-то продукты, которые мы можем там показать, мы также организовали всю логистику и доставку этой продукции. Национальное участие на разных выставках, там тоже все очень отличается от выставки к выставке. Конечно, компания должна рассчитывать, что у нее будут расходы на полет, на проживание. То есть получается, что латвийские компании принимают охотно участие в таком мероприятии, и это для них практически ничего не стоит, то есть какие-то только расходы презентационные. Ну, не можно сказать, что совсем ничего не стоит. Билеты сейчас, конечно, на самолет что-то стоит. И проживание в Арабских Эмиратах тоже не очень дешевое само по себе. Но участие на мероприятиях, организация всех встреч, работа в национальном стенде – это для наших компаний бесплатно. И, конечно, интерес есть. Если смотреть, не скажу сейчас точно, сколько уже торговых миссий и выставок было, но это было и в секторе строительства. Пищевая промышленность, ICT, биотехнологии, сейчас дизайн. В каждом этом мероприятии принимают участие около 10-20 компаний. И, конечно, у них есть контакты. Мы надеемся, что такие, которые послужат начатием дальнейших переговоров и заключению договоров. И, конечно, если так смотреть, то когда мы начали организовать экспо, поставили цель, что хотим туда отвезти как минимум 100 компаний и в виртуальном варианте представить около 200 компаний. Я абсолютно уверена, что мы уже эти результаты достигли. И выставка пока еще работает только два месяца. Еще четыре месяца впереди. Приятно слышать, что нам действительно есть, что показать, чем заинтересовать и что действительно интерес есть. Что же, желаем успеха. Тем более, ну, вот прямо пахальное событие 27 ноября, напомним, в Дубае на международной выставке Экспо состоится День Латвии. Удачного мероприятия. Потом обязательно расскажете, как все прошло. С вами на связи была замдиректора ЛИА, Латвийского агентства инвестиций и развития. И в это струбкое большое спасибо. Всего доброго, хорошего дня. Что у нас? У нас впереди небольшая пауза. Да, после чего мы поговорим о политике, о внешней политике. Как уже было анонсировано, директор Института внешней политики Латвии Андрис Пруц побеседуем о четвертом параграфе НАТО, потому что в контексте происходящего на белорусско-европейских границах несколько раз и не только из уст латвийских политиков прозвучала эта фраза, а давайте-ка задействуем четвертый параграф договора НАТО. Что подразумевает эта процедура? Вот об этом через несколько минут.